Продолжение следует... ...за все 4 года совместной работы над проектом. Помимо всего прочего, в качестве утешительного презента был анонсирован прощальный трейлер. Сейчас у игроков возникает масса вопросов. Что теперь? Неужели после 4 лет ожидания мы ничего в конечном счете не увидим? Многие актуальные наработки находятся у лидера команды, и судя по всему, отдавать их в другие руки он не намерен. Однако хоронить проект раньше времени явно не стоит. Со статусом закрытия Frozen Zone согласны далеко не все участники команды. Оставшаяся часть разработчиков планирует провести ревизию всех доступных наработок и принять решение, что предпринимать дальше. Говорить о реанимации проекта пока не приходится, но маленькая надежда все-таки имеется. Напомним, что проект Frozen Zone был анонсирован в январе 2012 года и разрабатывался на движке Зоо Припяти. Модификация должна была продолжить развитие концепции Зимней Зоны Отчуждения, которая была задана команде разработчиков в предыдущих проектах, а в частности Winter of Death Ultimatum. В процессе разработки проект обрел большую популярность среди игроков и оказался одним из самых ожидаемых модов. Минуло всего несколько дней с того момента, когда нам довелось насладиться геймплейным отрывком из модификации Последний Сталкер, а разработчики уже приготовили для нас очередное видео. На сей раз игрокам показано целых 7 минут геймплея, пропитанного мистической и гнетущей атмосферой, завораживающим саундтреком и зрелищными сюжетными сценами. Естественно, если вы не хотите раньше времени знать о каких-то игровых моментах грядущего мода, то данное видео лучше пропустить. Оно пусть и показывает лишь мизерную часть заготовленного сюжета, но все-таки демонстрирует несколько очень интересных сюжетных сцен. В частности, можно в очередной раз выделить грамотно поставленные кат-сцены, озвученные диалоги и несколько поистине впечатляющих вещей. Например, по ходу игры главному герою предстоит встретиться с неизвестным злодеем, перестрелка с которым была показана в одном из фрагментов ролика. Еще одной угрозой для игроков станет загадочная тьма, которая время от времени наступает на зону отчуждения. Показанное видео в очередной раз доказало мастерство разработчиков реализации квестовой линии и воплощения завораживающей атмосферы. Сталкер 2 Более четырех лет прошло со дня заморозки Сталкер 2, а материалы по отмененной игре продолжают время от времени появляться в сети. То нам закинут риоритетные концепт-арты и дизайн-документы, то в сеть прольется очередная крупица информации. На этот же раз было опубликовано небольшое демонстрационное видео, показывающее некоторые анимации сталкеров. Слитый материал датирован 2011 годом. Автором всех анимаций является аниматор Евгений Яблонь, который, кстати говоря, сейчас работает в Battlestate Games над Escape from Tarkov. Анимации симпатичны, а больше добавить и нечего. Отметим только то, что сообщество игроков искренне обрадовалось появлению очередных раритетных материалов. Сталкер 2 даже по прошествии времени остается для многих самой ожидаемой игрой. Верим, надеемся, ждем. Продолжение следует... Продолжение следует... Новая версия модификации принесет нам не только измененный и дополненный сюжет, но и специальные сюжетные DLC. После релиза пятого апдейта игрокам будет доступно два дополнения. Чуть позже планируется появление еще одного небольшого сюжета. Выбрать предпочитаемое дополнение можно прямо из главного меню. Не исключено, что сюжетные DLC проведут игрока на дополнительные игровые локации и поведают нам совсем другие истории. Устоявшееся информационное затишье вокруг расширенного издания Lost Alpha не на шутку взволновало сообщество игроков. Было известно, что разработка проекта продолжается, однако о темпах работы не было ничего известно. Наконец команда разработчиков решилась выступить с небольшим отчетом с хода разработки, в котором рассказали о том, что было сделано за последнее время и какая работа планируется в дальнейшем. В первую очередь была закончена объемная работа над портированием туда рук из Зова Припяти. Отныне весь арсенал оружия получил обновленные анимации и облик. Это же касается и внешнего вида моделей рук в анимированных кат-сценах. Параллельно с этим велась доработка растительности на игровых уровнях. В результате этой работы были перекомпилированы многие локации, которые стали выглядеть еще лучше. Наконец программисты LaDC усердно работают над модулем навыков главного героя. Надеемся, что результат всей этой работы нас не разочарует. В январе прошлого года в сети появилась бета-версия модификации Золотой Шар, которая в силу определенных причин так и не получила финальную версию. Игроки были поражены проработкой сюжета и удивительной геймплейной составляющей, но некоторые недочеты и баги заметно портили общее впечатление. К тому же сюжетная линия моды так и не была закончена, отчего история сталкера по прозвищу Жекан обрывалась на самом интересном месте. С радостью спешим донести до игроков информацию о том, что разработчик проекта решил свои проблемы и уже в настоящий момент работает над новой версией модификации. Мы решили связаться с модмейкером, чтобы выяснить самые последние новости с процесса разработки и всю основную информацию о запланированных изменениях. Автор мода заострил внимание не только на исправление ошибок, но и занимается разработкой новых квестов, которые предложат игрокам определенные геймплейные новшества. Также отметим то, что отныне Золотой Шар больше не базируется на платформе OGSE 0.6.9.2. Модмейкер предоставил нам несколько новых скриншотов и решил обратиться к фанатам модификации. В своем обращении он поблагодарил сообщество игроков за поддержку и пообещал постараться максимально доработать модификацию. Правда, когда игрокам ожидать релиза полноценного продолжения пока неизвестно. Разработчик модификации Фандом Зон поделился с нами последними новостями из процесса разработки проекта. Нам удалось узнать то, над чем велась работа в последнее время и о некоторых технических нововведениях. В первую очередь стоит отметить появление уникального внутриигрового редактора, который позволил разработчику редактировать освещение и динамические объекты в режиме реального времени. Отныне освещение можно изменять не выходя из игры, что многократно ускоряет разработку мода. Возможно, в ближайшее время данный редактор будет показан отдельно и более детально. Не исключено и то, что утилита окажется в сети для свободного использования, но только после релиза Фантом Зон. Что касается самой разработки модификации, то с начала года автор приступил к рутинной работе под опиливанию разных мелочей. В частности, были доработаны модели, звуки и текстуры. Работа в этом направлении еще не закончена, но содержимое мода уже начинает приобретать конкретные очертания. Несколько новостей можно сообщить и по проекту Shadow of Saddon. Разработчик решил разобрать старые билды в Фантом Зон и отправить некоторые его наработки в свой предыдущий проект в виде объемного патча. Это решение принято ввиду того, что концепция ПЗ немного поменялась, и часть наработок будет более уместна именно в аддоне. К подобным наработкам относятся пак исправленного билдовского оружия и обновленные шейдеры, приближающие картинку игры к трейлерам 2004 года. О дате релиза мода пока ничего не сообщается, но разработчик надеется в течение нынешнего года выложить демо-версию модификации. Состоялась официальная премьера нового сюжетного мода на платформе Зова Припяти под названием «Контракт на хорошую жизнь». Игрокам предлагается совершенно новая история из вселенной Сталкера, главным героем которой выступит наемник по прозвищу Хмурый. По ходу сюжета нам доведется побывать на новых локациях и оценить графические геймплейные нововведения. Немаловажным пунктом мода является наличие заскриптованных кат-сцен, которые помогли сделать мод более зрелищным и захватывающим. Кроме того, ключевые сцены мода получили авторскую озвучку. Модификация представит игроку совершенно новую историю зоны, в центре которой окажется наемник Хмурый. Он, как и многие новички, попавшие за периметр впервые, соглашается на участие в качестве наемников в спецоперации под кодовым названием «Контракт на хорошую жизнь». Группа Хмурого состояла из десяти, не считая его наемников. Практически перед самой высадкой в центре зоны что-то пошло не так, и намеченные планы идут вразрез с поставленными задачами операции. В этот момент и начинают развиваться главные события, отдельные появления которых будут далеко не благоприятными для группы наемников, и в итоге останутся тайны для игроков. Кто останется жив? К чему этот контракт и кто является целью? Что происходит в зоне? Почему кто-то или что-то мешает выполнить ваше задание? Всё это и многое другое предстоит узнать нашему главному герою. В частности, разработчик проекта пересмотрел многие базовые элементы геймплея. До неузнаваемости переработанной инвентарь игрока, торговлю со сталкерами заменили полноценным бартером, а выживать в условиях зоны отчуждения стало значительно сложнее. В текущей версии также реализованы зачатки сюжетной линии, которая, так же как и многие другие нововведения мода, получилась достаточно уникальной. Между тем, разработка проекта продолжается, ведь в настоящий момент мод имеет определенные недостатки, а разработчики ещё не реализовали весь запланированный фронт работ. В конце августа стартовало закрытое тестирование мультиплеерной модификации Ray of Hope. Первая волна тестеров уже успела оценить проект, а разработчики оперативно дорабатывали найденные ошибки. В результате совместной работы игроков и модмейкеров удалось повысить стабильность сервера и улучшить производительность мода. По словам разработчиков, благодаря закрытому бета-тесту работа над проектом существенно упрощается и ускоряется. Однако предварительное тестирование показало, что пока игровая локация модификации требует определенных доработок. Именно поэтому разработчики не спешат предоставлять доступ к закрытому тесту для гостей. Тем не менее, на следующей неделе запланирован переход ко второму этапу тестирования, который привнесёт в игровой клиент множество нововведений. И надеемся, что совсем скоро в зону отчуждения Ray of Hope отправится вторая волна тестеров. А пока мы можем посмотреть подборку скриншотов, которые наснимали первые счастливчики. Судя по всему, им было совсем не скучно. Работы популярного модмейкера под ником ChromeCroac известны каждому, кто следит за сталкерским моддингом. За его плечами стоит такой популярный проект, как Atmosphere 3, включающий в себя несколько графических аддонов, делающий графику оригинального Зооприпяти на порядок симпатичнее. Как раз накануне новую версию получила одна из таких модификаций. В сети появились ссылки на скачивание Absolute Nature 4, добавляющие на игровые локации новую растительность. В свежей версии были добавлены новые модели деревьев, более разнообразная растительность и возможность настроить высоту и дальность отрисовки травы. Немаловажной особенностью является то, что игроки смогут выбрать один из семи стилей растительности. Приятной неожиданностью стала работа по оптимизации. Чтобы осилить все красоты модификаций, игрокам вовсе не понадобятся топовые компьютеры. Отметим еще и то, что мод полностью совместим с такими модификациями, как Atmosphere 3, Misery 2.1.1 и его аддоном The Armored Zone. В начале июля в сети появился очередной патч для OGS-0693, который оказался для модификации финальным. Обновление Final 2.10 Revised исправляет ряд недоработок и наиболее часто из оставшихся вылетов. Разработчики проекта не планируют дополнительное исправление и дальнейшую техподдержку. Отныне команда модмейкеров трудится над новым проектом – OGS Remastered. Главная его цель – полная переработка движка Теней Чернобыля с использованием следых исходников X-Ray. Среди заявленных особенностей проекта обозначено улучшение производительности и стабильности, улучшение и расширение сюжета OGS-E, грандиозная развязка и, конечно же, новейший оружейный пак, который полностью перейдет на модульную систему. Релиз проекта планируется не раньше, чем через год. Напомним, что в начале июня внутри команды разработчиков OGS-E произошел небольшой разлад. Между основателем проекта под ником Diodor и модмейкерами произошел конфликт, в результате которого был удален официальный форум, а часть команды решила переосмыслить проект своей собственной модификации, получившую название OGS Remastered. Кстати говоря, не исключено, что OGS-E0693 будет в дальнейшем обновляться основателем мода. Практически сразу после релиза модификации «Контракт на хорошую жизнь» разработчики проекта анонсировали полноценное продолжение, которому дали название «Сектор 11». Со дня анонса на официальном ресурсе моды публиковали скриншоты и небольшие крупицы информации, но до более детального знакомства дело не доходило. Накануне разработчики модификации опубликовали свежее видео с демонстрацией одной из игровых локаций, а нам уже удалось узнать первые конкретные подробности о новом проекте. Сюжетная линия «Сектор 11» отчасти продолжит историю, начатую в прошлой модификации. По ходу игры нам доведется узнать о том, что за вирус был замечен в рыжем лесу, какие задачи ставила перед собой группа наемников, а многие неотвеченные вопросы получат обоснование в сюжете нового мода. Главным героем игры выступит военный, который собирает в зоне отчуждения информацию о неком секретном проекте, и, как обещают разработчики, проблем с этим у нашего героя будет достаточно. Нас ждет остросюжетная развязка истории, которую авторы обязательно дополняют скриптовыми кат-сценами. Впрочем, пародию на сталкерской Call of Duty разработчики пообещали не повторять. По концепции, новый проект будет заточен под исследования с закосом на книжный сеттинг. Разумеется, модификация порадует игроков новыми локациями. На сегодняшний день реализовано около шести игровых уровней. В этом списке как новые, так и сильно измененные локации с трилогии сталкера. Как раз-таки новое видео продемонстрировало игрокам переделанный радар. О дате релиза «Сектор 11» пока ничего не сообщается, поскольку с момента старта разработки прошло всего несколько недель. Авторы крупнейшего разрабатываемого проекта «Смерть вопреки 3. Осколок тьмы» публиковали информативные отчеты про дел на работе за последние месяцы и поделились актуальным планом дальнейшей разработки. Судя по представленной информации, работа на модификации продвигается абсолютно по всем фронтам. В первую очередь дорабатываются уже готовые игровые локации. Помимо поправок геометрии, уровни обзавелись новой растительностью и добавили в плане оптимизации. Отметим, что разработчики уделяют ей особое внимание. Запустить модификацию смогут даже обладатели относительно слабых компьютеров. Параллельно с работой левел-дизайнеров пишется эксклюзивный саундтрек, который будет звучать не менее чем на восьми локациях. Немаловажной особенностью станет автоматическая смена амбиента, которая будет изменяться, если игрок, к примеру, спустится в подземелье. Продолжаются работы по реализации квестовой составляющей. В частности, дорабатывается и улучшается система катсцен, куда вносятся полезные изменения. К примеру, проигрывание катсцены можно будет поставить на паузу. Об основном сюжете игры разработчики пока решили ничего не рассказывать, зато пообещали эффектный финал истории. Специально под концовку сюжета была выделена отдельная локация, работа над которой как раз продвигается в настоящий момент. И, разумеется, разработчики не забывают про визуальную составляющую проекта. Специально для улучшения качества картинки изготавливаются бампы к новым текстурам высокого разрешения. Заменяются мелкие некачественные текстуры на более проработанные аналоги. Поскольку впереди остается очень большой фронт работ над проектом, то и сроки выхода модификаций пока остаются неизвестными. Одна из самых динамично развивающихся модификаций для Зоо Припяти под названием «Колу в Чернобыль» на днях обзавелась большим обновлением. Патч под номером 1.4 не только доработал найденные недочеты, но и добавил в игру ряд полезных нововведений. Ключевой особенностью новой версии стало появление режима сюжетной игры. Он стал доступен для более-менее мирных группировок. Игрокам будет предложено разгадать тайну зоны и разыскать болотного доктора, а квестовые линии игры выполнены в традиционном для проекта фриплейном стиле. Пока новый сюжет явно находится в самом зачатке реализации, но очень радует, что работы в этом направлении продолжаются. Напомним, что помимо сюжетного и фриплейного режима, в модификации имеется еще и режим зомби-выживания, в котором игроку вместе с группой выживших предстоит сражаться с толпами зомби. Кстати говоря, респаун мутантов и население зоны теперь удобно регулируется прямо в главном меню игры. Довольными останутся как любители мяса, так и ценители пустынной зоны. Множество улучшений коснулось непосредственно геймплея. Изменено поведение для дневных и ночных хищников. Например, химеры и кошки охотятся ночью, а кабаны и плоти днем. Ночью могут происходить нападения мутантов на базы группировок. Появилась возможность включить в игре деградацию артефактов, с которой они станут постепенно терять свои свойства. Из прочих нововведений свежего патча стоит отметить появлением возможности выбирать перед началом игры не только имя и группировку игрока, но и его портрет в личном ПДА. Там же появилась полноценная статистика лидеров, как в оригинальных тенях Чернобыля. Улучшить свою репутацию игроки смогут на арене, в которые появились новые режимы, например, сражения как с другими сталкерами, так и с мутантами. Более подробное описание нововведений патча можно узнать в специальном разделе. Развитие проекта между тем продолжается, ровно как и стремительный рост аудитории модификации. Ни для кого не секрет, что вот уже несколько месяцев в разработке находится новая версия одного из самых атмосферных модов для теней Чернобыля под названием Dream Reader Dangerous Area. Несмотря на то, что проект покинул его идейный лидер и основатель, модификация сохранит уникальный антураж и свою особую стилистику. Главной задачей разработчиков является дополнение насыщения уже существующего игрового мира. Новых локаций по сравнению с прошлой версией авторы не добавили, зато теперь уровни смогут затягивать игроков на более длительное время. Помогут в этом новые квесты. Разработчики постарались реализовать задания и квестовые ветки по всем канонам Dream Reader и сделать их действительно продолжительными и разнообразными. Как нам стало известно, новых заданий будет добавлено немало. В новой части получит свое развитие книжная тематика. Как мы знаем, прошлые моды славились многочисленными отсылками к романам во вселенной Сталкера. Авторы продолжают работу по включению в игру персонажей из книг. В новой версии мы познакомимся еще с несколькими книжными героями, у которых не только появятся уникальные диалоги, но и свои задания. Путешествия по зоне отчуждения станут увлекательнее еще и благодаря переработанному заселению локации. Игроки повстречают новых персонажей и представителей местной фауны мутантов. Множество изменений ожидается в геймплее. Во-первых, стоит сказать про полную переработку костюмов и оружейной составляющей. Все снаряжение игрока получило новые модели и характеристики. Во-вторых, в игру добавлена уникальная система обмена, благодаря которой можно обменивать всякий хлам у определенных сталкеров на нужные ценные вещи. Помимо добавления новых особенностей, ведется параллельная работа по исправлению найденных недочетов прошлой версии. Дата релиза модификации пока еще не определена, однако разработчики уже перешли в финальную стадию работы. Не исключено, что выход мода состоится в конце текущего года. Состоялась премьера нового сюжетного мода Nover Zone. Действия квеста в линии развернутся на шести локациях. В состав игрового мира вошел Кордон, Агропром, Армейские склады, Темная долина, Лаборатория Х-18 и Подземелья Агропрома. На локациях реализовано полное заселение, есть аномальные места, по округам бродят мутанты, а где-то хорошо спрятано немалое количество тайников. Кроме того, разработчик поработал над визуальной составляющей и реализовал несколько новых геймплейных особенностей. Например, игроки смогут проводить селекцию артефактов и готовить добытую еду на костре. Разумеется, в модификации был адаптирован оружейный пак и добавлено много новых предметов. По сюжету главный герой игры вместе со своим другом отправляется в зону отчуждения на поиске редкого артефакта «Осколок зоны». Судя по слухам, он может исцелять любые болезни. Доберутся ли сталкеры до своей цели и что их ждет за периметром, мы узнаем по ходу игры. Сюжет модификации рассчитан не менее чем на 5 часов игры. В сети появились ссылки на скачивание уникальной адаптации Мизери на платформу Call of Chernobyl. Проекту дали название Call of Misery. Две крупнейших западных модификации теперь замечательно работают вместе. И до конца года разработчик уже обещает выложить финальную версию. В настоящий момент еще продолжается открытое тестирование, но стабильность игры уже доведена до ума. Если вы давно искали фриплейную модификацию с потрясающей атмосферой, расширенным геймплеем и большим игровым миром, то Call of Misery должен стать для вас хорошей находкой. Разработчики модификации CGROS 3.0 прояснили игрокам ситуацию по срокам релиза и приоткрыли некоторые тайны проекта. Намеченная на декабрь дата выхода мода, к сожалению, переносится на неопределенный срок. Правда, эту новость можно воспринимать как положительную, ведь авторы проекта берут дополнительное время на тщательную доработку и планируют украсить сюжетную линию озвучкой персонажей. Причем на эту роль планируют пригласить не кого-то, а состав актеров, принимавших участие в озвучке официальной трилогии. Работа в этом направлении началась еще полгода назад. Разработчики пытались связаться с актерами, но никто из них не выходил на связь. Команда отчаялась и уже начала подыскивать стороннюю студию звукозаписи. Однако буквально недавно на контакт вышла Евгения Малуха, голос Петрухи из «Тень Чернобыля», который согласился на сотрудничество. Вместе с ним к актерскому составу может присоединиться голос Сидоровича, Андрей Подубинский и ряд других хорошо нам знакомых голосов. Вопрос с озвучкой пока еще на стадии решения, но разработчики заверили, что ее в любом случае доверят только команде профессионалов. Перенос даты выхода проекта обусловлен еще и стремлением разработчиков создать действительно качественный и запоминающийся мод, который надолго затянет игроков и окажется достойным любительским приколом официальной трилогии Сталкера. А лично оценить модификацию мы надеемся уже в течение 2017 года. Состоялась официальная премьера одной из самых ожидаемых модификаций для «Тень Чернобыля» Darkest Time. Игрокам предлагается полное переосмысление оригинальной истории, от которого она стала еще более мрачной и депрессивной. Уникальность сюжета заключается в возможности игры за двух протагонистов, каждый из которых наделен своим именем и голосом, а также в самой подаче истории. Немаловажной особенностью проекта является работа над озвучкой игровых персонажей. Всего было записано более 4000 реплик, над которыми трудились как любители, так и профессиональные актеры дубляжа. Специально для проекта даже проводили съемки собственного фильма, с которым игроки ознакомятся по ходу игры. Помимо всего прочего, модификация порадует атмосферной графикой и нагнетающим саундтреком. Полный список изменений вы найдете в официальном пресс-релизе на нашем форуме. Ударными темпами продолжается развитие модификации Call of Chernobyl. Разработчики проекта не только работают над новыми патчами, но и занимаются введением новых особенностей. Недавно стало известно, что авторы мода начали работу по расширению и склеиванию игровых локаций. Первой на очереди оказалась Тёмная долина. Локация внушительно подросла в размерах за счет добавления новых территорий. На ней появились объекты и постройки старых билдов Сталкера, например, и сборки 1935. Всю проделанную работу можно наглядно увидеть на предоставленных материалах. Пока новый уровень скомпилирован на минимальных настройках качества. Впереди у разработчиков стоит задача поработать с интерьером построек и добавить растительность из Абсолют Nature 4. Перед тем, как уровень будет полностью готов, предстоит еще и работа по расстановке источников света и много других немаловажных доработок. Поэтому ожидать появления локаций в ближайших патчах игрокам точно не стоит. Судя по всему, Тёмная долина станет не единственным уровнем, который подвергнется расширению. Запланирована похожая работа с локациями болота и бар. Первую увеличат в размерах, а вторую, вероятно, соединят с дикой территорией. Не останавливается работа и поведение новых геймплейных особенностей. Многие из них игроки могут самостоятельно включать или отключать прямо в главном меню игры. В одном из последних обновлений появилась система быстрых перемещений по игровому миру, которую как раз и можно включить в настройках. Возможные точки перемещения будут появляться только после того, как вы уже посетили это место. Аналогичную особенность игроки уже могли бы повстречать в серии игр Fallout и The Elder Scrolls. Между тем, поклонники модификации продолжают анонсировать и выпускать свои любительские сборки. Ознакомиться с ними можно в специальном разделе. Разработчики двух крупнейших проектов «Смерти вопреки» и «Лост Ворлд» объявили в начале сотрудничества. Речь идет не о слиянии двух модов, а о совместной взаимовыгодной работе. Модификация «Лост Ворлд Морнвайн», которая недавно была на грани заморозки, получит помощь с игровыми локациями. Модмейкеры из команды SV помогут в формировании локационного пака и постараются доработать уже готовые уровни. В свою очередь, проекту «Смерти вопреки 3. Осколок Тьмы» будет оказана помощь при работе с интерфейсами. Модификация должна получить уникальное оформление инвентаря, разнообразных диалоговых и торговых окон, GUI-интерфейсов и разделов PDA. И если работа по намеченным пунктам пройдет успешно, то модмейкеры не исключают и дальнейшего сотрудничества. Как нам сообщили разработчики, оказанная друг другу помощь никак не повлияет на сроки релиза проектов. Девятого декабря состоялся анонс нового проекта True Stalker. Это глобальный мод на базе X-Ray 1.6, за чью разработку отвечает и EP Pro Team. Модификация предложит игрокам новый сюжет, который затронет знакомые, но кардинально переделанные игровые уровни. При написании сценария авторы учитывали события, происходившие в оригинальной трилогии Stalker, однако сюжет моды будет связан с ними лишь косвенно. Запланированы также геймплейные улучшения и переработанная визуальная составляющая. Действия игры стартуют в июне 2013 года. Герой сюжета – самый обычный сталкер, далеко не бывалый, но неоднократно совершавший вылазки в Чернобыльскую зону отчуждения. Однако за все это время покидать окрестности Кордона он не решался. Как бы ни манил к себе центр зоны, страх неизведанного постоянно его останавливал. Но теперь, когда жизнь за периметром уже давно потеряла смысл, главный герой все-таки решается отправиться за Кордон. С этого момента начинается его путешествие, которое обещает сопровождать сюжетными катсценами с авторской озвучкой и параллельными квестовыми линиями. Процент готовности и дата появления проекта в сети пока неизвестны. По имеющейся информации, в настоящий момент готовы несколько стартовых уровней и первая глава сюжета. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok